Всем доброго дня! Это Гелиосар и История просто. Всеобщая история нового времени, 1800-1900 годы, 8 класс, за авторством Юдовской, Баранова и Ванюшкиной. Параграф 16. Германия на пути к единству. И посмотрите на вот эту карту. Здесь вот этим таким темно-серым цветом, или как его можно назвать, показана сама Пруссия. Обратите внимание, как разделена территория Пруссии на несколько частей, которые не связаны между собой. Основная часть Пруссии со столицей Берлины и так называемая Западная Пруссия, которая граничила с Бельгией и Голландией. То есть между ними не было никакой нормальной связи. И обратите внимание на вот эти вот зеленый цвет, желтый цвет и вот такой вот темно-оранжевый, что ли, как его еще можно назвать. Вот этот самый темный цвет, они обозначают различные германские государства, герцогство и королевство. Например, вот Великое Герцогство Мекленбург-Шверен, Мекленбург-Штерлиц. Это разные государства. Различные свободные города. Королевство Ганновер. Королевство Бавария. Герцогство Баден. Королевство Вертенберг. То есть огромное количество здесь было различных королевств. И это еще не считая, например, герцогство Нассау, Кургессен, Великого Герцогства Ольденбург. И таких вещей, как отдельное государство земли Ольденбурга, земли Мекленбург-Штерлица, Лауенбург, земли Брауншвейга, Шаумбург-Липпе, земли Кургессена, Шварцбург-Зондерсхаузен, Саксен-Кобург-Готта, Саксен-Вейбер, Шварцбург-Рудольштадт, Саксен-Мэнинген, Саксен-Альтенбург, Рейс-Младшилини, Рейс-Старшилины, Гессен-Гамбург. То есть на территории современной Германии находилось огромное количество различных немецких государств, которые были где королевствами, где герцогствами, и все они были строго независимыми. Пруссия, конечно, была наиболее крупным государством и сильным среди них всех. Каким стало политическое устройство Германии по решениям Венского Конгресса? Ну, если брать Прусское королевство, то оно как королевством было, таким и осталось. Но при этом попытались создать некий германский союз, который должен был быть как бы заменой полностью разгромленной священной римской империи германского народа, который существовал до наполеоновских войн. Укажите взгляды либералов и консерваторов на развитие общества. Либералы считали, что нужно развиваться, проводить реформы, вводить конституцию, вводить парламенты и так далее. Консерваторы считали, что ничего менять не надо и надо жить, как жили раньше. Германский союз. По решению Венского Конгресса вместо Священной Римской империи германской нации в 1815 году был создан Германский союз, в который входили 35 суверенных независимых монархий и 4 вольных города. Гамбург, Любек, Бремен и Франкфурт-на-Майне. Во Франкфурт-на-Майне заседал представительный орган союза Бундестаг, но его решения не являлись обязательными для отдельных членов союза. Для чего был создан объявленный нерасторжимым союз? Он не ставил своей целью ни экономического, ни политического объединения немецкого народа, а являлся средством сохранения старых порядков. К тому же, союз не мог стать прочным. Австрия и Пруссия, игравшие ведущую роль в союзе, соперничали между собой за лидерство в союзе, а в будущем и за лидерство в едином германском государстве. Экономическое развитие Германии и проблемы объединения страны В первой половине XIX века Германия оставалась аграрной страной. Многие города несли на себе отпечаток средневековья. Жизнь текла неторопливо. Население редко превышало 4-5 тысяч жителей. Однако реформы, проведенные Наполеоном I, не прошли бесследно. Да и время брало свое. В 1834 году по инициативе Пруссии был создан немецкий таможенный союз, объединивший 18 государств. Недооценивать его значение для экономического объединения немецких государств нельзя. На дорогах Северной Германии уничтожили шлагбаумы, сняли препятствия для свободной перевозки грузов, складывалось общее экономическое пространство. Дело все в том, что в каждом из немецких государств, которые были упомянуты, а их было более 35, существовали свои таможни. Свои обязательные таможенные поборы. Из-за чего доставка грузов порой была очень и очень дорогой, всего лишь на несколько сотен километров. Порой из Германии, из Пруссии было дешевле доставить груз в США, чем доставить его куда-нибудь в Австрию. При этом, то есть вот 18 государств объединились, но 20 государств все еще таможенные границы сохранили. Перевозка через них товара стоила дороже, чем его доставка в Америку. Самыми развитыми районами в экономическом отношении стали области среднего течения Рейна, Рейнско-Вестфальские провинции Пруссии, богатые залежами каменного угля и железной руды. Здесь активно использовались паровые машины, развивались крупные промышленные центры. Крупнейшим торгово-промышленным центром к концу 40-х становится столица Пруссии, Берлин, город с 400-тысячным населением. В нем сосредоточились две трети, то есть больше 60% всего машиностроительного и ситценабивного производства Пруссии. Сидец – это вид ткани. Юнкерские хозяйства в Пруссии становились капиталистическими, то есть в данном случае юнкеры – это получается крестьяне. Синьеральные повинности крестьян постепенно заменялись различными формами экономической зависимости. Использовался наемный труд безземельных батраков и малоземельных крестьян. Разорившиеся массы крестьян в поисках работы уезжали в города. Наряду с этим появилось все больше зажиточных крестьян – гроссбауэров, использовавших труд батраков и поставлявших товары на внутренний рынок. Строились железные дороги. К 1850 году их протяженность составила более 6000 километров. Однако развитие капитализма приводило к обострению социальных противоречий. В 30-е и 40-е годы XIX века в немецких государствах активно развивалось фабричное производство, выросла богатая торгово-промышленная буржуазия, увеличивалась численность наемных рабочих. Внутренние противоречия и конфликты в государствах Германского Союза усиливались. В образованных слоях населения распространялась идея создания объединенного германского государства. Ширилось движение либералов, выступавших за реформы, но и росло влияние демократов-радикалов. В этой обстановке германская либеральная буржуазия требовала созыва общегерманского сословного представительства, установления конституционного строя, укрепления и расширения таможенного союза, уничтожения юнкерских привилегий. А, ну, в данном случае, юнкеры, видимо, это дворяне, что ли. Вопрос об объединении страны становился главным в жизни немцев. А как относились к идее конституционного управления германские государи? Вот яркий пример. В 1847 году в Пруссии представительная правительственная казна опустела, и король Фридрих Вильгельм IV, чтобы получить деньги, оказался вынужден созвать лантак, собрание сословных представителей, в основном состоящий из дворян. Однако он сразу предупредил, что конституцию вводить не собирается. Обратившись к собравшимся, король заявил, «Я никогда не соглашусь, чтобы между нашим Господом на небесах и нашей страной вторгся исписанный листок бумаги». Собрание в кредитах ему отказало и было разогнано. На дальнейший ход событий повлияли неурожаи 1845-1847 годов и известный вам мировой экономический кризис 1847 года. Эти обстоятельства больно ударили по немецкому обществу. Берлин. Март 1848 года. Известие о начале революции во Франции и в Италии ускорило начало революционных событий в германских государствах. Но политическая раздробленность Германии привела к тому, что революция происходила в разных германских государствах в разное время. 18 марта 1848 года началось восстание в Берлине. Горожане стали воздвигать баррикады. Ударил набат, и из городских предместей к центру города двинулись тысячи рабочих и ремесленников, студентов, служащих и даже состоятельных бюргеров. Восстание в Берлине победило. Король вывел войска из столицы и дал согласие на создание национальной гвардии, созыв учредительного собрания и введение конституции. Победой завершились восстания во многих германских государствах. Франкфуртский парламент. 18 мая 1848 года. Под звон колоколов и гром пушечного салюта в соборе святого Павла во Франкфурте-на-Майне открылось первое заседание избранного населением всей Германии общегерманского парламента – Франкфуртского национального собрания. В марте 1849 года парламент принял имперскую конституцию, составной частью которого были основные права немецкого народа, написанные по образцу Американской декларации независимости и Французской декларации прав человека и гражданина. Впервые в немецкой истории были провозглашены свободы граждан, свобода личности, свобода вероисповедания, свобода собраний и союзов, равенство перед законом и другие. Ликвидировались все сословные привилегии, оставшиеся феодальные повинности. Законодательную власть должен был представлять двухпалатный парламент. Императорский трон и пост главы исполнительной власти предложили прусскому королю. Но отношение Фридриха Вильгельма IV к Конституции вы уже знаете. Король высокомерно заявил, что не желает поднять корону из грязи. Затем Конституцию отвергли руководители многих германских государств. На этом революционные преобразования и закончились. Все народные выступления в защиту Конституции были задушены, и в июне 1849 года парламент разогнали. Затем Фридрих Вильгельм IV приказал разогнать и прусское национальное собрание, созданное после мартовских событий. В стране установился режим полицейского произвола. Однако боязнь нового революционного взрыва заставила Фридриха Вильгельма IV издать указ о даровании Конституции, закреплявшись со словной строй и право вета короля, вводившего ограниченное высоким имущественным цензом избирательное право, и все-таки созвать лантак. Король в данном случае сделал довольно хитрую вещь. Он разогнал парламент, который был собран согласно всеобщему голосованию, но после этого аккуратно снова даровал Конституцию, но при этом Конституцию, в которой король имел уже гораздо больше прав, чем по старой Конституции. И самое главное, он разогнал старое национальное собрание и собрал новое, но при этом в новом национальном собрании туда могли бы избираться только люди, которые имели достаточное количество денег и земли, чтобы быть избранными. Да и избирателями уже могли быть не все граждане Германии, а только определенные свои. Революция в Германии закончилась поражением и не решила основной задачи – национального объединения. Но бесследно она не прошла. В ряде государств были введены Конституции, проведены социально-экономические преобразования, способствовавшие процессу модернизации. Стала очевидна необходимость реформ. Кто хочет править Германией, должен себе ее завоевать. Вопрос об объединении страны стал главным в 60-е годы XIX века. После поражения революции реальным становится путь объединения, в котором ведущую роль играла прусская монархия. Прусский крон-принц, престола-наследник Вильгелем, писал «Кто хочет править Германией, должен ее себе завоевать. Один только бог знает, пришло ли время такого единства. Но Пруссии предначертано стать во главе Германии. Это заложено во всей нашей истории. К этому идет дело». Долгое время на роль лидера в создании Германской империи претендовала австрийская монархия. Соперничество приводило к острым конфликтам между государствами и даже воином, победителями из которых вышла Пруссия. В 60-е годы к управлению Пруссией приходят новые люди. После смерти Фридриха Вильгелема IV королем в 1861 году становится его брат. Для объединения страны Вильгелем I нуждался в сильном канцлере, главе правительства, и он обратил свой взгляд на Бисмарка. В сентябре 1862 года 47-летний Отто фон Бисмарк, опытный политический деятель, назначается на пост канцлер. Сильный всегда прав. Первые шаги железного канцлера. Сильный всегда прав. Жизненный принцип Бисмарка. Его взгляды на путь объединения Германии выражены в парламентском выступлении. Границы Пруссии по Венским договорам неблагоприятствуют здоровой государственной жизни. Не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы современности. Это было большой ошибкой 1848-49 годы, а железом и кровью. Первыми шагами на пути объединения Германии под главенством Пруссии были войны с Данией и Австрией. В 1864 году Пруссия в союзе с Австрией вступила в войну против Дании с целью захвата находившихся под управлением Дании территорий Шлезвига и Гольштейна. Там проживало много немцев, а Гольштейн был даже членом Германского союза. Вот, собственно говоря, та территория Гольштейна и Шлезвига, которая была отнята у Дании. Дания вплоть до середины 20 века была страшно обижена на Германию за эту войну. Война была недолгой. Датские войска быстро потерпели поражение. Австрия и Пруссия получили эти земли в совместное владение. Однако прошло совсем немного времени, и Пруссия стремясь ослабить Австрию и устранить ее влияние на немецкие государства. В 1866 году спровоцировал войну против своего недавнего союзника. Бисмарк предложил государством, членам Германского союза, исключить Австрию из его состава, что стало поводом для начала войны. В этой войне на стороне Пруссии выступила Италия, рассчитывавшая вернуть себя в Венецианскую область, находившуюся под властью Австрии. В июне 1866 года прусская армия вторглась на территорию Австрии, и 3 июля австрийская армия была наголову разбита возле города Садова в Чехии, и это решило спор. Здесь не прописано то, как все это воспринималось. Пруссия по тем временам это было вроде бы сильное государство, но сильное, как, например, нынешняя Бразилия. Да, Бразилия крупное, сильное государство, но сильное по южноамериканским меркам. Вот такой была Пруссия. Австрия по всей Европе считалась гораздо более сильным государством. Когда Пруссия объявила войну Австрии, и в Англии, и в России, и в Франции были уверены, что Австрия быстро разгромит Пруссию. И когда Пруссия вдруг победила, это был большой сюрприз для абсолютно всех европейских стран. Такого никто не ожидал. Но это были только первые сюрпризы железного канцлера. В итоге Австрия была вынуждена выйти из Германского союза и отказаться в пользу Пруссии от Шлезвига и Гольштейна. В то же время Бисмарк вел переговоры с германскими государствами Нассау, Гессеном и Франкфуртом, которые по своему географическому положению вклинивались между западными и восточными владениями Пруссии. С ними не церемонились, их захватили, а правителям просто выделили денежные компенсации. Образование Северо-Германского союза. Результатом этой политики стало образование Северо-Германского союза. Австрия больше не мешала и в августе 1866 года 22 немецких государства подписали договор с Пруссией о создании Северо-Германского союза. Государства, члены союза, сохраняли монархическое устройство, свои династии, правительство, армии, законы и судебные порядки. Во главе Северо-Германского союза стоял президент, на должность которого навсегда назначался прусский король. Северо-Германский союз имел свою конституцию, свой парламент, избранный на основе всеобщего избирательного права и союзный совет, состоявший из министров и представителей от всех государств. Поскольку население Пруссии в четыре раза превышало население остальной части Северной Германии, большинство депутатов были от Пруссии, что также закрепляло ее ведущую роль в Северо-Германском союзе. С государствами, которые не вошли в состав союза, заключили таможенные, военные и другие договора. Успех Бисмарка поднял его авторитет во всех слоях общества. Часть либералов образовали национальную партию. Национал-либералы сделали вывод, что путь объединения Германии с железом и кровью себя оправдывает, и Бисмарка надо поддержать. Железный канцлер получил возможность опираться и на консерваторов, и на либералов. Так, под черно-белым знаменем Гоген-Солернов была объединена Северная Германия. Тем самым устранились препятствия для развития единой немецкой нации, а политическая раздробленность не могла больше мешать развитию хозяйства и культуры. Но поскольку задачу решали железом и кровью, а крестным отцом нового государства был Бисмарк, ненавидевший любые проявления демократии, то в центре Европы возникла военно-бюрократическая монархия. В центре Германии возникло национальное германское государство, Северо-Германский Союз. Кончивать история Старой Пруссии начиналась история Новой Германии. Покажите на карте Пруссию территорию Германского Союза, Немецкого Таможенного Союза, Северо-Германского Союза. Ну, собственно говоря, вот территория Пруссии, она более чем хорошо видна, ее здесь видно, это большое государство. Вот его западная часть, а вот его восточная часть, наибольшая часть этой самой Пруссии. Потом границы Союза, они здесь вполне видны, вы можете увидеть, где был заключен таможенный союз, здесь несложно. Потом здесь вот граница Северо-Германского Союза, вот она, обратите внимание, вся Пруссия, и вот она проходит, видите, вот она идет, эта красная граница. То есть вот эта зеленая часть нижняя, она не входила, то есть королевство Бавария, герцогство Баден, королевство Вертенберг, они не входили. То есть граница Северо-Германского Союза проходила более туда. Бавария, громадная нынешняя, она не входила в Северо-Германский Союз и больше подчинялась Австро-Венгрии. Выпишите в тетрадь название государственных органов в германских государствах, Бундестаг, Лантак, пожалуйста. Название социальных слоев общества, это Юнкеры, Бюргеры, Гроссбауэры, Бауэры, пожалуйста. Название политических сил, либералы, консерваторы, пожалуйста, вот они есть. Объясните взаимосвязь между объединениями Германии и развитием экономики. Разделенные территории и, так сказать, независимые германские государства, во-первых, тратили огромные деньги на свои собственные армии, правительства и все прочее. А, во-вторых, имели обязательные таможни за пересечение какого-нибудь очень небольшого государства, но при этом независимого. За вход в него надо было заплатить и за выход из него надо было заплатить. Денег уходило огромное количество. Это сильно тормозило, это повышало стоимость товаров и сильно тормозило развитие экономики. Определите причины и задачи революции 1848 года в германских государствах. Причины это были, во-первых, произошедшая революция во Франции, потом очень сильный экономический кризис и продовольственный кризис из-за неурожаев в Германии. Задачи же были это демократизация территории Германии и попытка объединения Германии. Причем объединение Германии стояло чуть ли не на первом месте. Каковы были результаты революции? Ну, по сути, революция полностью провалилась. На несколько лет возникли различные демократические органы и потом они были очень быстро разогнаны прусскими и прочими немецкими правителями. Какое государство проводило политику объединения Германии в 60-е годы 19 века? Королевство Пруссии. Какие методы оно использовало? Военные методы. Обсудите с одноклассниками, можно ли считать создание Германского союза решением вопроса об объединении Германии. Просто германский союз? Нет, это не было. Это не было объединение Германии. К тому же не все земли еще были объединены. Расскажите об экономическом положении Германии в первой половине 19 века, сравнив его с экономическим положением Англии или Франции. Ну, сравнивать лучше с Великобританией, по той причине, что Пруссия и Великобритания была в некоторой степени похожи по своему размеру. Пруссия была разделена. Там были две части государства, не соединенные между собой. Наиболее богатой в экономическом плане, получается, была как раз-таки западная, отделенная от столицы часть Пруссии. Потому что там было много железа и много угля, необходимых для развития промышленности. При этом восточная, самая большая часть Пруссии, она была в гораздо большей степени сельскохозяйственной. И в целом Пруссия была не самым богатым государством. И экономика развивалась, конечно, намного медленнее, чем в Великобритании. Какое значение для процесса модернизации Германии имело ее участие в революции 1848 года? Для модернизации Германии, да особо никакого, по сути дела. К счастью, революции были не слишком долгими и большого ущерба экономике не нанесли. Реальную пользу для развития экономики принесло реальное объединение Германии уже ближе к 1860 годам. А до этого таможенный союз определенную пользу давал, но не в такой большой степени. Использую дополнительные тексты. Составьте рассказ на тему «Железный канцер в борьбе за национальное объединение Германии». Дайте оценку деятельности Бисмарка. Бисмарк создал единое немецкое государство. Единственное, что ему не удалось присоединить и объединить в полном объеме, это Австрия, к сожалению. Но в целом он создал единое и очень могущественное немецкое государство. Государство, которое реально противостояло практически всей Европе. И которое несколько раз развязывало воистину мощнейшие мировые войны. Так что это доказывает, что Бисмарку удалось создать очень могущественное государство. Подумайте, почему Пруссия, а не Австрия сумела возглавить процесс создания единого национального государства? Ответить на этот вопрос можно, если посмотреть на нынешнюю современную карту. И давайте посмотрим. Вот она, милая, скромная, маленькая Австрия. Давайте будем вот так вот постепенно обводить территории, которые входили в состав тогдашней Австрийской империи. Она была приблизительно вот такой вот. Посмотрите, сколько государств и с какими разными народами были в составе этого самого Австрийского государства. То есть немцы, австрийские немцы, Чехи, Словакии, собственно говоря, украинцы, румыны, венгры, сербы, боснийцы, черногорцы, Молдаване, Словения, Италия. То есть это огромнейшее количество народов. Австрия, она с огромным трудом, вот эта вот Австрийская империя, с большим трудом удерживала саму себя в тех границах, которые там были. Какое уж там еще объединение Германии было вокруг австрийского государства. Именно поэтому именно Пруссия, собственно говоря, и объединяла вокруг себя немецкое государство. Пруссии не надо было думать о том, как удержать контроль над вот этой огромной территорией. Согласны ли вы с точкой зрения, что после создания Северо-Германского союза началась новая история Германии? Да, именно после этого действительно появилась единая Германия, единое немецкое государство. Пусть и не в полных границах, но все равно. Естественно, что это позволило объединить огромные ресурсы, убрать огромное количество препон на пути развития экономики. Так что да, началась история новой единой Германии.